Частая мути рук. Сегодня это один из самых основных аспектов посредневной жизни, но важно хранить не только свое здоровье безопасности, но и свои персональные данные. И в этом нам поможет гигиена, кибергигиена, если быть точнее. Сегодня об этом и поговорим. Как вы думаете, что сейчас представляет наибольшую ценность? Нефть? Золото? Платина? Нет. Сейчас на передний план вышла информация, и речь не идет о государственных тайнах либо о многомиллионных счетах. Речь идет о наших с вами персональных данных. Интересно, зачем и для чего киберпреступникам эта информация? В первую очередь, это, конечно же, деньги. Но не наличные, а те, что хранятся у вас на карте. Как правило, схема выглядит так. Вам приходит сообщение с просьбой проголосовать либо пройти какой-то опрос. Вы проходите его, вас просят ввести данные карточки, номер телефона и данные с обратной стороны карты. После того, как все эти условия выполняются, ваш счет пустеет. Также мошенники могут заполучить ваши данные, чтобы потом шантажировать. Они могут зашифровать ваш жесткий диск и потом требовать деньги за ключи расшифрования. Или заблокировать ваш телефон и потом требовать деньги за его разблокировку. Или скачать все ваши данные с облака и брать деньги за то, чтобы не опубликовать видео и фото, которое там хранилось. Или сделать еще круче. Они могут взломать ваш компьютер и использовать его в качестве прокси. Или майнить на нем криптовалюту. И самое прекрасное в том, что вы об этом ничего не узнаете. А дальше персональные данные. Водительское удостоверение, паспорт, права. Документы открывают путь к наживе. С их помощью злоумышленник может оформить кредит на совершенно незнакомого человека. Ваша личность. Социальные сети. Facebook, Instagram, почта, мессенджеры. Получив к ним доступ, злоумышленник может сделать рекламную рассылку или по классике отправить сообщение всем вашим друзьям. Друг, помоги, я в беде. Информация о человеке и его жизни. Из социальных сетей можно понять, где человек живет, его уровень достатка, что находится у его квартиры. Информация о том, когда он отправляется в отпуск. И этого достаточно, чтобы ограбить его квартиру, пока его нет дома. Последними данными мы с удовольствием делимся сами. С помощью обычного телефона. Любой гаджет работает на операционной системе. Самый распространенный сейчас это Android и iOS. Помимо этого, разработчики операционных систем имеют свои сервисы. Это мессенджеры, почта, календарь, карты. А также имеют магазин приложений, откуда мы скачиваем еще с десяток приложений. Доставка еды, карты, мессенджеры. Эти программы собирают информацию о нас, о наших передвижениях, о нашем круге общения и очень много другой информации. К чему это может привести, нам рассказали в казахстанском представительстве лаборатории Касперского. Наши последние оценки. В этом году средний объем потери одного казахстанца от мошенников составил 12 тысяч тенгет. В настройке, когда можно написать, дорогой фейсбук, что ты обо мне знаешь, расскажи мне. Вам через какое-то время придет ссылка на большой файл. Вы ужаснетесь, изучив этот файл. Там будет объективно за последние, сколько вы пользовали фейсбук, 5-10 лет. Все, что вы лайкали, смотрели, читали, комментировали. Дальше возьмите настройки вашего телефона на Google или iOS. Например, вы можете, если зайдете в настройки, если вы не отключаете эту функцию, в большинстве случаев вы можете вплоть до секунды посмотреть ваш маршрут за последние несколько дней, а то и недели, узнать, во сколько вы ходили из дома, во сколько вы приехали на работу. В итоге мы, как открытая книга, компании могут легко управлять и предугадывать наш выбор. И не стоит удивляться, если после вчерашней беседы о том, какая модель часов круче, наутро вы увидите их рекламу в вашей ленте Instagram. Ну, хватит о страшоках, теперь давайте поговорим о том, как мы можем безопасить себя в сети интернет. Итак, шаг первый. Не забываем про антивирус. Тут все просто. Не забываем обновлять программу обеспечения. Тут тоже все достаточно понятно. Устанавливайте надежные пароли. А вот тут давайте разбираться. Надежный пароль не должен состоять из вашего имени, ваших детей, либо ваших животных. Пароль ни в коем случае не должен начинаться с QWERTY. Это слишком просто. А также не должен использоваться один пароль на все ваши сервисы. Мессенджеры, почта и прочие другие социальные сети. Для создания настоящей защиты NIST это американский ГОСТ. Советует часть слова перевести в специальные символы. Добавить цифры, знаки припинания и поменять раскладку клавиатуры на другой язык. С русского, например, на английский. Или наоборот. Перейду пример. Давайте возьмем слово «передача», где букву А заменяем на собачку. Получилась «передача». Теперь переключаем язык на английский. Получается что-то нечитаемое, но уже неплохо. Теперь добавляем в середине число. Допустим, 158. И после нашего «пере» ставим тире. Теперь наш пароль соответствует всем стандартам. Такой пароль точно будет сложно отгадать. Что же еще? Эксперты советуют использовать двухфактовую авторизацию. Это дополнительная степень защиты. Это может быть дополнительный пароль, а может быть распознание лица или отпечаток пальца. Также не забываем про шифрование данных. Ваш базовый логин и пароль – это важно. Это нужно для того, чтобы просто левый человек, идя по коридору, не мог открыть вашу дверь. Это вот та самая карта. Но чтобы действительно были в безопасности, нужна дополнительная двухфактовая идентификация, которая есть только у вас. И это как раз та самая щеколка. Поэтому двухфактовая идентификация – это способ дополнительной проверки того, что вы это вы. Любое шифрование – это способ сделать данные понятными, только и расшифрованными. Только адресату и только получателю и отправителю. Больше никому. Защита – это, конечно же, хорошо, скажете вы. Но что если ваш телефон уже взломан? Эксперты утверждают, что распознать взломанное устройство не так уж и сложно. Если смартфон заражен приложением для кражи информации, то он, как правило, начинает зависать или тормозить. А может увеличиваться сумма оплаты за интернет, появляются звонки, смс на незнакомые номера. Или, к примеру, когда ваши социальные сети начинают жить собственной жизнью. Еще один признак – быстрая разрядка батареи без активного использования устройства. На этом, собственно, все. Надеюсь, наш видеообзор был вам полезен. Не забывайте делиться этим видео с друзьями и родственниками. И помните, кибергигиена – залог здоровья вашего смартфона и вашего компьютера. Субтитры создавал DimaTorzok